Дискуссии по разным законопроектам, просто я объясняю, откуда это мнение взялось, кто его поддерживает. И таким образом действительно добиваются сейчас максимального расслоения общества, добиваются, чтобы дети бедных гарантированно оставались бедными, а еще по возможности и будут. И вот с этим я борюсь пока в своих статьях, а дальше буду, надеясь, с вашей помощью бороться им. Меня давно уже, не знаю, волнует один вопрос, но так как вы хотите заниматься образованием и будете заниматься образованием, это вопрос существенный. Не раз я уже слышал и видел о том, что подростки берут в школу, приносят оружие и устраивают расправу непосредственно с учителями, даже тем, кто им не угодил. Как бороться с подобными непосредствами, выпрямь агрессии подростков? Надо менять какую-то, не знаю, внутреннюю систему общения между сверстниками или что? Ну, во-первых, насколько я наслышан, у нас это несчастье пока еще крайне редкое, в отличие, скажем, от Соединенных Государств Америки, где это стало уже чуть ли не год. Во-вторых, в принципе, есть такая профессия детский психолог, и более того, есть, насколько я знаю, даже нормативы. А вы знаете, что убрали психолога? Знаю. Хотя одно время был норматив, по которому детский психолог должен быть в каждой школе, но потом мелкими поправками в описание условий работы этих психологов добились того, что работать на эту должность никто не шел. Так что сейчас можно ее спокойно закрывать под предлогом невостребованности. Психолог? Нет. Наоборот, сейчас идет такое сокращение, что просто сокращают психологов. Они как не нужны, как специалисты. Не только психологи, но и логопеды. Потому что логопеды тоже не нужны. У нас, например, я просто говорю, спят логопедический детский сад. Логопед – это ненужный человек. Сейчас же у нас пошла такая политика, что дети, которые не умеют разговаривать, должны находиться в группах с детьми, которые разговаривают, да? То есть совмещать. И естественно, логопеду он не нужен. Вот и все. И сокращается должность логопедов, психологов. Ну что я могу сказать? Я думал, что вы сможете еще долго перечислять последствия деятельности либералов в сфере образования. Я на все это могу ответить только, что я знаю, как с этим бороться и буду бороться, пока сил моих на это хватит. Кстати, что касается логопедов, то в моем детстве логопедов в школах еще не было. И меня, мамина младшая сестра, водила к логопеду, по-моему, в районную поликлинику. Ну, детство я картавил очень сильно. Сейчас осталось, по сути, только два слова, которые я не могу нормально произнести. Это жрать и жреться. В остальном, вроде бы, говорю, нормально. Конкретно, что вы будете делать, чтобы вернуть все это на место? Какие ваши действия? Мои действия, действия вообще депутата законодательного органа, это выдвижение законопроектов и голосование за или против законопроектов, выдвинутых другими. Соответственно, я собираюсь выдвинуть серию законопроектов, направленных на отмену всех уже случившихся с нами школьных рекордов, и буду голосовать против, и сам голосовать, и других убеждать против любых законопроектов, написанных в рамках либеральной идеологии. Ну, естественно, перечислить все законопроекты я сейчас не могу, их слишком много. Могу только сказать, что такие проекты не я один готовлю. Более того, партия «Справедливая Россия» сейчас готовит именно силами всей партии, то есть с участием множества разных специалистов, у нее входящих, серию законопроектов по реанимации, здравоохранения, образования и новости. Я, естественно, поучаствую и в разработке этих законопроектов и в их продвижении. Так что тут я не в одиночку буду работать, а в хорошем, здоровом коллективе. Еще скажите, с какого времени являетесь членом партии «Справедливая Россия»? Партия выдвинула меня кандидатом. Для этого не обязательно быть членом партии, для этого надо только не быть членом других партий. Я, в общем, ознакомившись и с партийной идеологией, и с партийной программой, я пришел к выводу, что меня эта идеология и партия устраивает. Несколько человек из руководства партии, познакомившись с моими публикациями по вопросам, представляющим для партии интерес, пришли к выводу, что я их устраиваю. На этом мы договорились. Еще и идеология еще каких партий вам не ставит? Ну, мне близко довольно много в идеологии партии. Но что значит близко довольно много? Очень многие особенности идеологии этой партии я просто не могу оценить, потому что партия очень тесно связана с оборонной промышленностью. И, естественно, я не так хорошо знаком с оборонной промышленностью, чтобы оценить соответствующие пункты программы партии. Но, насколько я знаю, сами специалисты обороны и промышленности считают эти пункты правильными. Ну, а из остальных, сейчас у нас представлено на этих выборах 14 партий, могу сказать, какая меня не устраивает абсолютно, ни по одному. Партия народной промышленностью. Знаете, в 90-е, в начале 2000-х я сам верил в либерализм, и тогда я многие тезисы программы этой партии разделял, но многое в этой программе даже мне тогда что-то показалось чрезмерно. Ну, а сейчас, когда я не только изжил свое увлечение либерализмом, но и выяснил, почему либерализм не работоспособен, почему либеральные рецепты практически во всех случаях несовместимы с жизнью. Мне, естественно, просто жалко смотреть на людей, которые все еще, по прошествии стольких лет, убедительной практической демонстрации неработоспособности этих людей все еще не будут. Вот. Ну, а среди программных положений остальных партий есть что-нибудь, чем я могу согласиться. Продолжение следует...